Сергей Витальевич, с победой у вас. Непростой сегодня матч получился, что скажете? С победой, в первую очередь, Динамо. Тех людей, кто приехал, ребят, в первую очередь, хочу поблагодарить, потому что непростая ситуация у нас. Что имеем, то имеем, но очки набираем, поэтому... Первое наблюдение по стартовому составу. Сегодня команда вернулась к схеме с тремя центральными защитниками. Это ваша приоритетная схема такая. Что скажете, почему? Я исхожу из подбора игроков, тех, которых мы сегодня имеем на данный момент. И я вижу, что классических, хороших, крайних защитников у нас нет. Почему? У нас проблемы тогда с фланговыми атаками. И в обороне мы постоянно имеем, даже играя с гранитом, у них было 2-3 момента забить на голы, поэтому я решил действовать от печки. По большому счету это и сработало. Два мяча мы забили именно после фланговых проходов. И это дало результат. В старте сегодня впервые вышел Влад Лях. Как вам его выход на поле? Молодец. Не стушевался, ничего. Старался брать игру на себя. В обороне, кроме одного эпизода, так в целом сыграл очень добротно. Я скажу, до дебюта очень хорошая игра. Доволен ли тем, как вышел Фатай на замену? Фатай вышел, старался, но тут уже, понимаете, пошла такая игра. Мы не стали прессинговать, сели немножко низко, отдали инициативу. И задача была именно сработать на выбегании именно Белонога, плюс там Фатай. Но немножко в конце не получилась контрыгра. Надо более качественно выходить именно через бровочников, более качественно выходить в эти атаки и доводить их до логического конца. И тогда то, что мы сделали с тем же звездой, когда мы хорошо выбегаем в контратаку и добились более ощутимого результата. Перейдем на крайне важный матч против Борисского Батэ. Насколько тяжело будет команде готовиться, учитывая кадровый дефицит, который у нас сейчас возник из-за травмированных футболистов? У нас по травмированным, то у нас, если взять Игорь Шитов, получил травму в сборной, Данила перелом сделали, то есть от немеханический, и у Эдгара. То есть у нас по большому счету только три травмированных. Тигеев еще повреждение вроде бы. Ну, Тигеев. Поэтому, с чем остались, с тем играем. Ну, с одной стороны, для ребят молодых есть большой шанс получают. Ну, в таких играх, сами понимаете, здесь, когда один молодой, это одно, потому что их всегда могут постраховать более опытные игроки. Когда ты выпускаешь группу игроков, то, конечно, не так все просто. А у нас сегодня группа играла дублеров. Спасибо большое. Победа еще раз. Главный тренер футбольного клуба «Зима Минск» Сергей Витальевич Гюриев. Сергей Витальевич, ваш комментарий по сегодняшней игре? Ну, игра, как я ожидал, она будет непростая. Вот. Результатом доволен, как ребята выложились, как они старались. Вот. Поэтому и пришла победа. Ну, все. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы будут? Сергей Витальевич, можно вопрос? Игорь Воздухов, призбол. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к идее Гидро, привлечивающих белорусских клубов на российский комбинат? Ну, я уже отвечал на этот вопрос. И опять же, отвечу еще раз повторюсь. Тут не стоит вопрос, как я понимаю, что там будет играть «Динамомент», «Батте» или другой любой клуб. Тут стоит вопрос, что выставить команду от Беларуси. От Беларуси выставить команду. Кто будет там тренер, кто будет спонсировать. Это другой момент. Плюс какой? В Беларусь приедут очень хорошие, я считаю, команды. Я, вы же помните, наверное, я уверен, вы помните 80-е годы, когда был общий чемпионат, как-то было интересно, полные стадионы собирались. Это реально, это второй момент. А где развиваться нашим белорусским футболистам? В свое время мы уезжали в Россию, правильно? Почему уезжали в Россию? Да потому что россияне тогда не могли себе позволить игроков уровня «Халка», там уровня. Почему? Поэтому приезжали белорусы, и белорусы играли в чемпионате России. Сейчас же любой российский клуб может себе позволить купить, я считаю, тот же «Зенит» практически плюс-минус любого иностранца приобрести, и мы не конкурентны там. А где нам? Мы хотим обыгрывать немцев сборной. Мы хотим обыгрывать… А где будут развиваться футболисты в таком чемпионате? В США и Беларуси очень сложно. Развиваться может только один клуб, который играет в групповых этапах Лиги Европы, чемпионов, потому что международный матч, вот, и то там, представьте, там, на нас не всегда выходят с такой максимальной концентрации. Так если мы думаем, вот, мы должны думать о будущем, а мы сейчас начинаем рассказывать там, что политику приплетать. Политика, спорт вне политики. Я считаю, что этот… Почему не все за стол переговоров и не попробовать? Мы все время говорим, надо что-то менять, надо что-то менять. Так давайте перестанем говорить, а начнем что-то делать. Ну, это мое мнение. Во-вторых, если кому-то мое мнение не нравится, ну, оно не должно всем нравиться. Ну, вот это такие основные аргументы. Я вижу больше плюсов в какой минусе, в том, что сюда будет классная группа, а как называться будет команда? Вот, можем референдум провести и выбрать красивое название. Играют же гонболисты, хоккеисты, баскетбол, правильно? Участвуют же, а на футбол все, как и ребята. Если вам не интересно будет на такие игры ходить, мне лично будет интересно увидеть здесь Локомотив, Спартак, Зеницы, СКА, хорошие клубы российские. Почему нет? Ну, пожалуй, мы точно ничего не теряем. Это окрасно. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Если вопросов нет, тогда спасибо, Сергей Михайлович. Спасибо.